Всем привет, я Трансформатор и сегодня мы поиграем Country Balls at War за Британскую империю. В игре несколько месяцев назад появилось обновление, добавили новую карту, 7-летнюю войну, я буду играть на самую сложную сложность, ссылка на мой телеграм-канал в комментах. Вот такие у нас территории, и в первую очередь мы сделаем колонии Южной Америки. Потом сделаем заводы, 7 кожезаводов и 6 углязаводов. Продадим 1 алмаз за 10 тысяч монет. Пропускаем, Российская империя купила наш алмаз. Расширимся и на новых землях делаем заводы дерева. Покупаем 2 челов с косой и улучшаем до 2 уровня. Продадим 40 угля за 3500 монет в 2 экземплярах. Потом сохраняемся и опропускаем ход, только Персия купила наш уголь. Расширяемся. Создаем лучников. Продаем 40 угля за 3500 монет. Сохраняем и пропускаем ход Османской империи. Спасибо. Объявляю войну Корее. Иду в атаку. В первом бою мы выиграли. В втором бою мы не выиграем. Строим Северной Кореи завод железа. Извините, как покупал солдат, и корейское контрнаступление не записалось. И сейчас я победил Корею. Улучшим лучников до 2 уровня и купим чела с косой. Пропускаем ход и весь наш уголь купили. Расширяемся в Южной Америке. Продаем 23 угля двух экземплярах за 2500 монет. Пропускаем ход, и весь наш уголь купили. Строим 2 завода с дерева. Расширяемся в последних пустых территориях Южной Америки. Прокачиваем чела с косами до последнего уровня. Делаем уже солдатов с винтовками. Сохраняем и объявляем войну Дании, их вперед. Защищаемся от контрнаступления. Пропускаем ход Испания покупает уголь, а Португалия хочет дружить с нами, конечно дружить. Пришли новые солдаты. Создадим новых солдат с копьями и улучшим до второго уровня. И вот видео подошло к концу, пожалуйста поставь лайк и подпишись, и на мой телеграм канал.